Друзья, на самом деле приватизация это не про деньги, это не про активы, про станки, это про людей. Самая главная причина, почему я выступаю за приватизацию в Беларуси, это то, что я доверяю белорусам, я доверяю белорусскому бизнесу, предпринимателям, тем людям, которые на многие годы управляли этими активами. Я считаю, что они заслужили и делают это гораздо лучше распорядителей чужого, то есть тех людей, в чьих руках сегодня находятся эти активы. То есть для меня приватизация это децентрализация, деконцентрация капитала, это, грубо говоря, экономическая власть в руки обыкновенного человека, предпринимателя, человека, который имеет некие идеи, как этим управлять. Я не верю чиновникам, я не верю распределителям чужого, я не считаю, что они за ситуацией очевидного кризиса рецессии экономики Беларуси, в котором мы попали впервые за 19 лет, в состоянии предложить рецепты в рамках государственной собственности, в общем-то, всего того, что у нас есть. Второе. Частный собственник, безусловно, является более ответственным, и частный собственник не придет, например, как многие белорусские госпредприятия, бюджет сказать, слушайте, я вот совершил ошибку, дайте мне компенсацию, дотацию, простите долги, спешите. Такой порочной практики не будет, соответственно, мы прекратим безумное накопление долгов, неликвидов, омертвленного капитала, собственно, что в стране происходит. Третье. Знаете, когда бы вопрос стояло, приватизировать или не приватизировать 20 лет назад, или там 30 лет назад, ну да, там не было теории, не было практики, не было негативного опыта приватизации, не было позитивного опыта приватизации. Ну, были бы какие-то споры. Я помню, в начале 90-х мы, собственно, такие споры вели, но сегодня, когда уже совершенно очевидно, частно управляется лучше, эффективнее, ответственнее, а не наказываются за совершение ошибок, в то время как государственное всегда там, либо в 2-3 раза хуже, не инновационнее, тогда совершенно очевидно стоит вопрос, почему мы на там 25-м году независимости ставим элементарнейший вопрос, нужна ли Беларуси частная экономика или государственная. Поэтому накопленный опыт центральных стран, странно-восточной Европы, там можно найти много позитива одновременно. Хорошо, хочу особо подчеркнуть, что у нас есть совершенно уникальные, классные примеры того, как не надо делать приватизацию в лице России, в лице Украины. Это, например, ничего не имеющий с приватизацией, это номенклатурная прихватизация, это просто захват собственности кланами, которые были у власти в России и в Украине. И, собственно, если мы не начнем приватизацию сегодня, по другим правилам, не тем, которые сегодня прописаны, я боюсь, что угроза номенклатурного развала, что ли, или раздрая в Беларуси будет сохраняться. Значит, следующий акцент, аргумент в пользу приватизации. Вы знаете, что в Беларуси сегодня единственный инструмент, чуть ли не сбережения или инвестирования денег на население, это вклады валютные, рублевые, и вы знаете, что с ним происходит. Я считаю, что беларусы заслужили быть собственниками беларусских предприятий, которые могут котироваться на фондовой бирже либо Беларуси, либо региона, Варшава, Лондон, Нью-Йорк, потому что этой возможности мы опять-таки лишены. В случае активного, эффективного управления данными активами, беларусы могут богатеть вместе с этими компаниями, становясь, собственно, непосредственными стейкхолдерами и стокхолдерами данных предприятий. Я считаю, что это шансы выпускать нельзя. Если мы этого не будем делать, опять-таки, деньги беларусов начнут уходить из банковской системы, и куда переходить в ОАО «Банк Матрас», о чем, собственно, вы знаете. Приватизация является, на мой взгляд, безальтернативным способом очищения беларусской экономики сегодня от огромного количества десятков миллиардов отмертеленного капитала. Если сегодня дать управлять тем людям, которые 20 лет это делали, или их молодым клоном с Берсэм или с других организаций, у них новых идей нету, у них новых подходов нету, новой системы мотивации и ответственности нету, и что будет? Будет просто барак номер один меняется бельем с бараком номер два, и мы говорим, что у нас произошла модернизация, изменение структуры собственности. Это не работает. И 20 лет управления в Беларуси в таком режиме показали, что она не работает и приводит только к ухудшению ситуации. Самое главное, что вот в такой ситуации, когда у нас система принятия решения по распределению ресурсов, она совершенно, на мой взгляд, ущербна. Для того, чтобы принять какое-то элементарное мнение, решение, нужно согласовать чуть ли не с премьер-министром. Все знают случай с Борисом Древом, когда там по элементарной какой-то там котельне шли бесконечные споры и разговоры на уровне первого вице-премьера. Это абсолютно абсурдная ситуация. Наконец, еще один аргумент в пользу приватизации сегодня для Беларуси касается той среды, в которой мы находимся. Скорость принятия решений в мире резко увеличилась. Неопределенность является частью той системы, где мы, собственно, где же мы живем. Это, в общем-то, признают все высшие должностные лица нашей страны. Поэтому, опять, кто в состоянии адекватнее, быстрее, точнее и ответственнее, главное, реагировать на происходящее изменение, на ту среду, которая появляется. Чиновник, который борется за сохранение своего рабочего места, своих должностей, своего бюджета, либо частный собственник. И здесь, опять-таки, я однозначно выступаю за частного собственника, за того человека, который, опять-таки, будет сам реагировать на изменения, сам думать, какие там станки покупать, куда инвестировать, как договариваться с производителями, с покупателями, с инвесторами, с владельцами патентов и технологий. И здесь, опять, вот мы видим, что если внутри страны государственная система не работает так, чтобы использовать даже лучшие наработки белорусских ученых, известный факт, что когда там у нас даже сеют, то те лучшие семена, которые выращивают в Беларуси, они не используются колхозами и совхозами, они по-другому сейчас называются, потому что никакой мотивации нет. Руководители предприятий совершенно работают с другой мотивацией. И здесь, для того, чтобы, опять-таки, порочный круг разорвать, я считаю, что необходимо совершенно четко провести приватизацию. Чем больше будет собственника, частных собственников Беларуси, тем, а, это вопрос экономической безопасности, это вопрос патриотизма, это вопрос ответственности, это вопрос, на самом деле, вот того, куда мы пойдем, в какую сторону. Либо мы пойдем в сторону деградации, накопления ошибок, номенкатурной прихватизации, в том числе, в такой ситуации, мы, значит, стоим перед угрозой экспансии российского бандитского капитала или бизнеса, либо мы начнем массовую приватизацию по тем законам и нормам, которые давным-давно прошли апробацию в мире, и которые я предложил еще белорусской власти в 2003 году. Поэтому я за это.